Добрый день еще раз. Меня зовут Дмитрий Кулешов. Я администрирую партнерскую программу по продукту Axelot MS управления перевозками. И сегодня у нас такой внутренний для партнеров обучающий вебинар, на котором мы будем вам рассказывать, как наш программный продукт правильно и выгодно преподносить вашим потенциальным клиентам для того, чтобы в конечном итоге выйти с ними на сделку. По ходу вебинара свои вопросы вы можете задавать и задавайте, пожалуйста, в чат, где вы увидите раздел questions. Вы можете и в чат писать, в общем-то, не потеряется. Отвечая на самый популярный вопрос, который нам задают на всех абсолютно вебинарах, да, запись будет, запись будет выложена. Более того, мы, в общем-то, собственно, ради записи и проводим этот вебинар, потому что мы надеемся, что эту запись вы будете часто использовать в своей работе с вашими потенциальными клиентами. Значит, если вы меня слышите, не слышите, пожалуйста, дайте как-то знать, либо вопросом, либо поднятой рукой, либо каким-то еще способом, если у вас есть какие-то проблемы со звуком. Так, со мной вместе вебинар ведет ведущий консультант по транспортной логистике Вячеслав Жуйков. Он во второй части вебинара уже будет проводить практическое занятие. Он покажет, как настроить систему для того, чтобы провести эффективную презентацию для ваших клиентов, чтобы они сказали, вау, круто, пришлите нам счет, мы хотим этот программный продукт. Так, ну что еще у нас по организационным вопросам? Вроде бы все. По организации мы с организационной частью мы разобрали. Давайте перейдем, собственно, к теме вебинара. Начнем мы с такого вопроса, как позиционирование. То есть, кто наш клиент, кого заинтересует наш программный продукт. Я буду больше говорить, здесь у меня в основном текст написан для меня, для подсказок. Поэтому ориентируемся, прежде всего, на то, что я говорю. Наш клиент – это компания абсолютно любого профиля. Это не обязательно логистическая компания. Даже более того, я вам скажу, что вам, пока у вас подготовка еще, скажем так, на начальном этапе находится, вам сходу получить контракт на автоматизацию именно сугубо логистической компании будет сложно. Просто потому, что их будет интересовать вопрос, какое у вас портфолио, кого из логистических компаний вы уже автоматизировали, а сделайте нам референс-визит в эти компании. Ну, обычные вопросы от отраслевых клиентов, куда интегратору без отраслевого бэкграунда пройти достаточно сложно. Поэтому в большинстве случаев вы будете иметь дело с компаниями производственными, либо с компаниями торговыми. Отрасль может быть совершенно любая, потому что грузы перевозят все. Вот потребность перевозки грузов есть основополагающий, определяющий фактор в выборе данного программного продукта. У вашего потенциального клиента должна быть потребность перевозки грузов. Потребность эта может быть удовлетворена либо на собственном, либо на наемном транспорте. Это не важно. Важно, что ваш клиент управляет этим процессом. Еще самое важное, что преимущественно эта перевозка осуществляется автомобильным транспортом. То есть, если у вас ваши клиенты перевозят грузы по железной дороге, если ваши клиенты занимаются контейнерными перевозками по морю, если ваши клиенты занимаются перевозками по авиа, преимущественно, если это их основной сегмент перевозки, то, скорее всего, им этот продукт не подойдет. Почему, вы поймете чуть позже, когда мы будем говорить об уникальных достоинствах продукта. О том, на что нужно обращать внимание клиента, вы поймете, почему это все-таки про автотранспорт, а не про какой-то другой транспорт. И очень важный численный параметр – это сколько заявок на перевозку в день должен обрабатывать такой клиент для того, чтобы ему, в принципе, было интересно внедрение какой-либо системы. Внедрение системы, в принципе, удовольствие не из дешевых, и здесь речь даже идет не о том, сколько стоит программное обеспечение. В отраслевых решениях на платформе 1С стоимость софта, она редко превышает 10% от стоимости проекта, то есть вот это соотношение нужно всегда держать у себя в голове, то есть не бывает такого, что мы поставили коробку, у нас все заработало, то есть всегда нужен проект. Другое дело, кто этот проект выполняет, либо партнер, который эту коробку предложил клиенту, либо клиент самостоятельно силами эти службы выполняет, либо какая-то третья сторона выполняет этот проект, но без проекта такие системы просто не взлетают. Об этом тоже стоит помнить. Мы считаем, что порог рентабельности для клиентов – это порядка 50 заявок в день. Есть еще верхний порог, скажем так, верхний порог, ну, эмпирически определяем, это 500 заявок в день, это, скажем так, уже для нас уже это даже сложный проект. Вот, поэтому если вы вдруг выходите на довольно крупного заказчика, у которого там порядка полтысячи заявок в день на перевозку груза, ну, лучше сразу обратитесь к нам за консультациями, прямо на входе, чтобы не потерять этого клиента. Ни вам, ни нам, чтобы он как-то остался в орбите нашего влияния, чтобы мы могли эффективно предложить ему то или иное решение. Теперь давайте поговорим о том, что же эти клиенты требуют, то есть что их интересует в первую, вторую, третью, четвертую и так далее очереди. Всегда, практически у всех клиентов, первое, с чего начинаются их вопросы, то есть первое требование, которое мы слышим, звучит так. Хотим автоматически строить маршруты из точки А в точку Б. Иногда через точку С, если это какие-то мультимодальные перевозки. Что у нас есть для этого? Это одна из самых сильных сторон нашего программного продукта. Это вот именно автоматический расчет маршрутизации. Мы считаем, что это у нас сделано очень хорошо, что это решение, ну, так скромно скажу, то есть не буду говорить лучше, скажу скромно, одно из самых лучших на Отечественном и, может быть, даже и на мировом рынке. С мировым рынком сейчас у нас все дорого, поэтому мы там по клиентам в основном сравниваем себя с Отечественной системой, так как импортную систему уже на российских просторах встретить довольно-таки сложно, потому что они очень дорогие. Первое, значит, что они хотят отметить для себя автоматическое планирование, его хотят практически все, и оно у нас есть, оно у нас есть очень хорошее. Собственно, вторая часть нашего вебинара будет как раз посвящена практическому занятию о том, как грамотно провести презентацию вот этого самого автоматического расчета маршрутов и вызвать вау-эффект у вашего клиента. Следующее, что хотят клиенты, это единая система для учета управления, то есть они хотят в одной системе или как минимум в едином информационном пространстве вести все. Что все? То есть учитывать доходную и расходную составляющих перевозок, то есть не только знать, сколько нам заплатят клиенты, не только знать, сколько мы затратили на автопарк, но и анализировать, собственно, все это вместе, как у нас затраты легли на доходную часть, то есть что нам выгодно, что нам не выгодно, какие клиенты нам прибыль дали, какие не дали, где, на каких направлениях у нас там хорошая рентабельность, на каких направлениях плохая рентабельность, почему там проанализировать, понять, где-то может там какие-то проблемы с автопарком, еще с чем-то, еще с чем-то. То есть вот это дает единая комплексная система такое понимание, и опять же это еще одна из наших сильных сторон, на которую нужно обращать внимание клиентов, что у нас все делается в едином пространстве. Странно, у меня почему-то черный экран, хотя там была картинка. Еще раз нажать. А, во, отлично. Следующее, что хотят наши с вами клиенты, это контроль за водителями, то есть установить им в автомобиль вот такого большого брата, который бы за ними следил. Кто занимается перевозками, тот прекрасно знает, что очень много потерь происходит от злоупотребления водителей. Всякие разные злоупотребления, начиная там от использования автотранспорта в личных целях, там едет выполнять какой-то рейерс, параллельно закинуть тещу на дачу какую-нибудь стиральную машинку, это вот вообще в порядке вещей. Проблема с дисциплиной, когда там водитель ожидается условно там в 15.00 в точке разгрузки или в точке подгрузки, его в 15.00 нету, он неизвестно где, говорит там по телефону, я стою в пробке, а мы видим, что он, значит, там где-то совсем в другом конце города. Все это влечет в потери времени, время, как известно, деньги, нецелевой использованный транспорт влечет за собой повышенный износ, который нам совершенно не нужен, там амортизация транспортного средства тоже сверхожидаемого и такое тоже распространенное явление, как различные манипуляции с топливными картами и топливом, когда по топливной карте происходит заправка не того автомобиля, то есть он там, если это бензиновый, может заправлять машины своих каких-то друзей, если это солярка, может солярку куда-то там налево толкать, вот, или же сливать из топливного бака, вот это все решается двумя вещами, которые есть у нас в нашей информационной системе. Это мобильный клиент, по сути, рабочее место водителя, в котором он получает задачи и отчитывается об их выполнении, но и параллельно в фоновом режиме мобильное приложение передает GPS-координаты к нам на сервере, мы обрабатываем их в реальном времени и видим, что у нас происходит в реальном времени. И системы спутникового мониторинга сторонние, которые с нами интегрируются, которые работают с такими гаджетами, которые называются трекеры, они устанавливаются где-то там совсем в глубине автомобиля, чтобы водитель до них не добрался, и работают по принципу черного ящика. То есть он вот там вот сидит и в реальном времени передает все, что происходит. То есть передает координаты транспортного средства и передает показания датчиков, которые устанавливаются на транспортное средство. Датчики могут быть вообще на любой вкус и цвет, начиная от датчиков, которые устанавливаются в топливные баки, либо же на коншину, если это европейские грузовики. Передается, что у нас происходит в баке, передается там какое-то навесное оборудование, его состояние включено-выключено и так далее, и тому подобное. Имеются там возможности вывода различных кнопок в салон, там тревожная кнопка, информационная кнопка, по нажатию на которой генерируются какие-то события. Это, я напомню, класс системы, называется система спутникового мониторинга. Они поддерживаются нашей системой интеграционно. Так, идем дальше. Следующее желание, которое тоже часто хотят клиенты, это портал для своих клиентов. То есть те, кто формирует им заявки на перевозку, те, кто хочет получать информацию о ходе выполнения и, возможно, там обмениваться какой-то финансовой информацией. Здесь все индивидуально в этих вопросах, поскольку, ну, там разные бывают потребности. Программа минимум – это организовать просто веб-доступ, создать, ну, опубликовать информационную базу, как DNS это умеет, опубликовать ее на веб-сервере и сделать, соответственно, пользователю ограниченные права для того, чтобы он мог заходить, формировать от своего имени какие-то заявки на перевозку, отслеживать статус и получать какую-то финансовую информацию. Это простое. Более сложная задача – это интеграция системы управления сайтом, с тем же Bittrex. Это уже все делается в рамках проекта, потому что здесь уже, ну, все совсем индивидуально, здесь коробку такого не запихнуть. Хотя, может быть, когда-нибудь что-нибудь сделаем вроде приложения для Bittrex Marketplace. Пока на эту тему еще не думали, но вот, как бы, технические возможности такая есть. Следующий сегмент хотелок, требований от клиентов – это тендеры для перевозчиков. То есть, что это такое? Сейчас не обязательно для того, чтобы быть там успешным перевозчиком, не обязательно иметь большой парк собственного автотранспорта. Можно привлекать внешних подрядчиков на выполнение рейсов. Это даже в большинстве случаев оказывается выгоднее. Очень многие комбинируют. Часть рейсов выполняют собственным транспортом, а часть рейсов в каких-то пиковых нагрузках отдают на аутсторс, то есть привлекают внешних подрядчиков. И здесь очень важно быстро с ними взаимодействовать. То есть возникает какая-то заявка на перевозку, нужно ее как можно быстрее выставить на тех, с кем мы часто работаем, чтобы они предложили какую-то цену. Вот этот механизм у нас есть. Реализован он, как я говорил, на веб-доступе к конфигурации средствами платформы. То есть публикуется информационная база, подключается внешний какой-то пользователь и смотрит, что он может взять рейсы себе в работу. Тут же проставляет цену, и мы тут же у себя видим, что вот эти рейсы у нас могут быть выполнены силами таких-то перевозчиков по такой-то цене. То есть нам останется только кликнуть «Выбрать перевозчика», и дальше мы будем планировать рейсы уже с учетом того, что мы привлекаем транспортные средства этого перевозчика. Тоже очень удобный инструмент, и клиентам он нравится. Так, отчетность и аналитика. Здесь все вот так вот у нас объединено под общим названием. Отчетов в системе очень много, всяких разных. Ну, вы с 1С, в общем-то, работаете, должны, видели наверняка систему компоновки данных, и понимаете, что отчетности могут быть просто всякие разные, на любой вкус и цвет. Это не то, что наша сильная сторона, это сильная сторона платформы, на которой мы работаем, но нужно это тоже правильно преподносить вашим клиентам для того, чтобы их заинтересовать, чтобы им стало интересно. То есть всегда в переговорах есть какие-то... Ну, есть какие-то такие участники, которым интересно получать аналитики. Они даже на эти переговоры приходят с какими-то своими табличками в Excel, еще в чем-то. Вот смотрите на эти таблички и предлагайте соответствующие отчеты из системы для того, чтобы очаровать, соответственно, вот этих вот участников переговоров. Теперь пару слов расскажем о том, вообще, что и кому мы продаем и как себя вести на переговорах. В принципе, к продаже, к успешной сделке есть два пути, которые одинаково, ну, скажем так, одинаково сложны. И там есть свои особенности, поэтому нужно понимать, как вы заходите на продажу. То есть в любом случае, принимающее лицо, принимающее решение о проекте, это не логист, это там не коммерсант, это всегда топ-менеджер, это директор. Бюджетов на внедрение такой системы нету, как правило, ни у логистов, ни у IT-директора. То есть бюджетами на проект распоряжается топ-менеджер всегда. Вы к нему можете идти по двум дорогам. Вы можете идти к этому топ-менеджеру через логистику, либо же вы можете идти к нему через коммерцию. Через IT-службу, в принципе, вы тоже можете идти, но это экзотика. То есть, как правило, все-таки интерес приходит от бизнеса. Чем отличаются эти пути? Когда инициатором закупки, когда инициатором проекта являются логисты, то их в основном интересует сугубо ультальдарный вопрос. Вот мы сейчас такие бедные, несчастные, страдаем, мы все рассчитываем в Excel, рисуем на кульмане карты, как нам сделать жизнь нашей логистической службы легче, удобнее и приятнее. Вот мы слышали про такие системы, что вы можете нам предложить. Вот это первый вход. Соответственно, мы акцентируем внимание здесь именно на армии логиста. Он очень, как это сказать, очень функциональный, он очень интерактивный, он быстро строит маршруты, он качественно строит маршруты. Вот это мы вам сегодня покажем, как он быстро и качественно строит маршруты. Именно заход через логистику. Через коммерцию вы более-менее умеете заходить, потому что точно так же выглядит заход на какое-нибудь производственное предприятие, которому вы предлагаете систему ERP-класса или комплексную автоматизацию, неважно. То есть интересуют деньги, хотим получать больше доходов при меньшем количестве расходов. Соответственно, мы и тут акцентируем внимание на экономическом эффекте от внедрения нашей системы. А что это? Это прежде всего снижение стоимости километра-тонны. Это вот такая характеристика у логиста есть. Сколько стоит километра-тонна? Вот как человек-качас есть у нас с вами, у айтишников, у консалтеров, у логистов есть километра-тонны. Сокращение пробега транспорта, естественно, то есть никто не хочет, чтобы их не машинки изнашивались раньше времени, чтобы они чаще проходили ремонты и прочее, прочее. Разумеется, ГСМ. ГСМ нынче стоит дорого, поэтому хотим экономить на ГСМ. Ну и, естественно, оперативность всех расчетов, анализы показателей, то есть вы выполнили рейс, тут же получили все данные, не надо там две недели собирать какие-то расчеты для того, чтобы понять, эффективно съездили или неэффективно съездили, заработали или не очень. И смотрите, здесь нельзя путать. То есть если вы придете к логисту и начнете ему рассказывать, как классно станет от того, что у тебя водители станут меньше воровать топливо, логист может это дело зацернуть, потому что он может быть в доле. Конечно, система это сделает в конечном итоге, но логисту-то зачем об этом знать? Логисту лучше рассказать о том, вот как классно станет планировать маршруты. То же самое там коммерческому директору, ему совершенно без разницы, как страдают логисты. Может быть он даже получает морально-эстетическое удовольствие от их страдания. Тоже не исключено. Поэтому ему надо рассказывать именно про деньги. То есть не путайте. Это разные вещи. Всегда в переговорах отвечаете себе на вопрос, а кто перед вами. Естественно, уже высшим руководством мы рассказываем обо всем и сразу. То есть мы говорим, что вам станет классно вашей логистической службе, она будет счастливой и довольной. И там с прибылью у вас все будет хорошо, прибыль будет расти, убытки будут падать. Так, далее расскажем о том, собственно, как устроен продукт. Есть у нас стандартная поставка. Вот она, первая в этой табличке. Называется она стандарт. Цена вопроса 150 тысяч рублей. Обратите внимание, платформа не входит в комплект поставки. Мы даже на эту тему не заморачиваемся. То есть мы не лезем там ни в какие издания на платформе. Почему мы это делаем? Потому что, как правило, ТМС не является первой системой на предприятии. Я не говорю основной, а первой. То есть, как правило, там уже что-то есть. Например, бухгалтерия. Основная лицензия платформы от бухгалтерии, разумеется, подходит для ТМС. То есть нужно будет просто докупить недостающее количество клиентских лицензий на рабочие места. И три модуля. То есть вот стандартная поставка, она равна сумме трех модулей, которые приведены внизу. Это модуль управления перевозками. Это логистическая часть, то есть то, что формирует доходную часть бюджета на предприятии. То есть там, где строятся маршруты, там, где обрабатываются заявки и выполняются рейсы. Модуль управления автотранспортом. Это затратная часть. Это для тех, у кого есть свой собственный автопарк и кто хочет учитывать затраты на его эксплуатацию. И модуль спутникового мониторинга вместе с Android-клиентами. То есть это то, что позволяет в режиме реального времени отслеживать ход выполнения заказа. Цены вы видите. То есть, соответственно, самое дорогое – это управление перевозками, это логистическая часть, дальше – униспадающая. Ну, покупать три по отдельности, разумеется, менее выгодно, чем купить стандартную поставку сразу и решить все задачи разуме. Лицензируется. Лицензируется все только по модулям, вот по этим, которые здесь приведены, и по конкурентным подключениям мобильных терминалов. Количество рабочих мест платформы 1С-предприятий всегда ограничивается только наличием лицензии на платформу 1С-предприятий. То есть, в нашем продукте никакого ограничения по количеству стационарных армов нет. Есть ограничения по количеству мобильных подключений, мобильных устройств. Лицензии конкурентные, то есть принцип работает точно такой же, как и на платформе. Водители устанавливают мобильные приложения сколько угодно на любые Android-устройства. Система контролирует, сколько водителей одновременно работает сервер. Ну, соответственно, цены перед вами. Важная часть – это техническая поддержка. У нас техническая поддержка платная. Стоит она 15% от стоимости программного обеспечения Axelot в год. Первый год включается в счет клиенту вместе с продажей. То есть, продаете по, включаем первый год в счет. Продается все это без НДС, продается как расширенная лицензия на программные продукты. Так, ну и, в общем-то, по партнерской, это уже в другом вебинаре у нас было, по партнерской модели сотрудничества у нас партнерское вознаграждение составляет 50% от вот этих цен. Есть агентская схема для маленьких партнеров, в основном для небольших компаний и фрилансеров, индивидуальных предпринимателей. Там, в зависимости от накопленного объема продаж, от 15 до 40% составляет агентское вознаграждение. Контакты мои перед нами. Все вопросы по партнерской программе просьбы адресовать мне. С удовольствием на них отвечу. Ну и сейчас мы переходим к нашей демонстрационной части. К нашей демонстрационной части по продукту мы расскажем, как вам настроить и подготовиться к показу. Да, еще важное дополнение. У нас есть инферверсия. Все, что сейчас Вячеслав будет показывать, мы ожидаем, что вы это будете повторять для своих клиентов на вашей инферверсии. Сделать это на демодоступе нашем, я думаю, не получится. Поэтому тот, кто не приобрел инферверсию, пожалуйста, забудьте ей заранее. Приобретите ее, изучите, посмотрите, попробуйте повторить то, что сейчас Вячеслав будет делать. Выходите на клиента подготовленным. Ну, потратьте пару дней. Это не какой-то сверхъестественный продукт. Я думаю, что за пару дней с помощью документации, с помощью видеоуроков, которые мы разместили на нашем канале YouTube, вы начнете очень хорошо ориентироваться в программном продукте и сможете провести презентацию вашему клиенту, вот такую, как сейчас это сделает Вячеслав. Так, сейчас я переключусь. Секундочку. Так. Селтепридентер. Пополучим, скажи. Коллеги, добрый день. Если меня слышно, поднимите, пожалуйста, руки на вашей панельке. Отлично. Здорово. Смотрите, достаточно часто бывает, приходит клиент, просит вас собрать тестовый пример для него, что у него, вот у меня есть заявки, хочу посмотреть, как ваша система планирует, покажите мне презентацию, вот именно, как спланируют, как пока построят маршруты, чтобы я принял решение, стоит ли покупать данную систему, какие выгоды она мне предоставит. Вот, собственно, про это и сейчас будет практическая часть. Начинается все с предварительной настройки системы для подготовки данного примера. То есть вам необходимо будет, во-первых, занести систему в определенную базовую информацию для сборки, для демонстрации такого примера. Первое, что необходимо будет занести, это необходимо будет нарисовать географические зоны, к которым будут в дальнейшем прикрепляться адреса. Более подробную информацию о занесении справочной и нормативно-справочной информации вы можете посмотреть на наших уроках. Соответственно, прорисовка зон. То есть вот вы открываете зоны, рисуете эти зоны на карте именно для того конкретного примера, который вам подготовил клиент. То есть для тех адресов, если это, например, там, условно, Волгоградская область, то мы прорисуем Волгоградскую область, если это Воронежская, то Воронежская, для того, чтобы у нас было представление, и мы могли привязать определенные адреса к определенным зонам. Это важно для настройки системы. Также для ряда клиентов очень важно именно зональное планирование. То есть можно заранее уточнить у клиента, на какие зоны бьется та территория, по которой производится планирование рейсов, и также их занести предварительно в систему. Хочу напомнить, что в системе существует возможность создания родительских зон и контролировать вложенность зон. Это, опять-таки, необходимо для планирования маршрутов. То есть мы понимаем, что есть Московская область, есть Москва, и Москва может делиться еще более, например, на мелкие территории. Аналогично также с другими областями и территориями. После того, как мы прорисовали необходимые зоны, в рамках которых у нас будет осуществляться планирование маршрутов, следующим этапом это необходимо завести виды адресов. Опять-таки, все это находится в топологии, в сервисах и настройках. Виды адресов. Как правило, нужно занести два вида адреса. Первый адрес – это точка доставки. Собственно, здесь основные параметры, которые мы хотим учитывать при планировании маршрутов, это время прохождения каждой из точек. То есть понятно, что есть разные клиенты, кто-то доставляет по мелким торговым точкам, это одно время прохождения этих точек. Ну, то, соответственно, понятно, что мелкую торговую точку сдать можно гораздо быстрее, нежели отдельный сетевой магазин. То есть понятно, что у клиента есть определенная градация точек. Для планирования маршрутов, для построения какого-то реального результата необходимо будет занести вот такие виды адресов. То есть это могут быть сетевые магазины, мелкие торговые точки, среднего к уровню магазины, и проставить для каждого из них время их прохождения этих точек. То есть время работы, погрузки или выгрузки на этой точке. Соответственно, также необходимо будет установить различную маркировку. То есть визуально для клиента будет отображение, что вот он увидит, что разные типы адресов располагаются на карте разными цветами. Это, опять-таки, удобно для планирования маршрутов. После того, как вы занесли вот эти типы точек доставок, то есть как я сказал, что у нас есть точка погрузки, да, и точка разгрузки. То есть вот это, например, относилось к точке разгрузки. Ну и, соответственно, как правило, у клиентов есть склад, с которым они учитывают развоз. Здесь также необходимо будет указать время погрузки со склада. То есть, например, 10, 15, 20, 30 минут, в зависимости от того, насколько интенсивный склад, насколько быстро осуществляется погрузка, могут быть различные значения. После того, как мы занесли, соответственно, виды адресов, необходимо занести те транспортные средства, на которые мы будем вестись планировать. То есть желательно заранее заботиться этим вопросом и задать клиенту, во-первых, сколько количества у него заявок поступает в день, какими типами транспортных средств он пользуется, какие типы транспортных средств он может найти на рынке. То есть это могут быть как свои транспортные средства, это могут быть наемные транспортные средства, которые необходимо будет занести в систему. Находится это все в разделе нормативно-справочная информация или же в разделе управления транспортом. Здесь вы можете как раз-таки увидеть, что здесь присутствует, вы должны занести типы транспортных средств, занести информацию обязательно о их грузоподъемности, объеме, количестве загрузочных метров, то есть тех параметров, на которые мы будем ориентироваться при планировании маршрутов. Следующим этапом является заведение нормативно-справочной информации партнеров с признаком перевозчик. То есть мы должны создать партнера, к которому будем прикреплять данные транспортные средства. То есть у него должен быть обязательно признак перевозчик, станет доступна вкладка виртуальные типы транспортных средств, на которые мы будем планировать, и сюда как раз-таки добавляем те типы транспортных средств, которые создали заранее. То есть условно, если планирование ведется на полуторатонные машины, мы заносим полуторатонные, например, трехтонные, пятитонники и так далее. То есть тот ресурс, который доступен перевозчикам или производственным компаниям для планирования своих маршрутов. После того, как мы создали такого перевозчика, прикрепили к нему транспортные средства, в целом следующим этапом это является получение заявки от клиента, то есть он присылает вам свои заявки, которые необходимо спланировать. Как правило, мы просим клиента предоставить заявки в определенном формате. Это сэкономит, во-первых, ваше время на настройку, во-вторых, поможет клиенту более формализовать свои требования и даст более реальные результаты при планировании маршрутов. Вот как мы видим в данном примере, мы предлагаем следующий шаблон, то есть это та минимальная информация, которая в целом необходима для построения маршрутов, для того, чтобы клиент увидел какой-то результат. То есть здесь представлена следующая информация, это адрес отправления, отправитель, получатель, адрес доставки, куда необходимо доставить тот или иной товар, кто является заказчиком по перевозке, весогабаритные характеристики. Ну, как правило, бывает достаточно веса, либо объема, либо какого-либо одного из параметров, на которые мы будем ориентироваться при планировании. Бывают сегменты перевозчиков, ну или сегменты производственных компаний, у которых нет весогабаритных характеристик. Ну, то, например, очень часто встречается по доставке запчастей, то есть достаточно большой номенклатурный ряд, и они стараются, то есть упаковки тоже там достаточно разные, и они, как правило, не ведут весогабаритные какие-то характеристики. Я потом отдельно расскажу, как при планировании это также момент можно учитывать. То есть эти параметры могут быть нулевые, но тем не менее мы можем также спланировать для них маршруты и показать результаты планирования. Следующая информация, которая необходима нам для планирования маршрутов, это дата отправления начальная, с какого можно начать планировать, то есть отправлять машину в рейс, дата отправления по, то есть это, собственно говоря, конечное окно, например, график работы склада может быть здесь задан, что мы можем выпустить машину на рейс, именно отправить с такого-то по такое-то время. Аналогичная информация о получении. Следующий немаловажный реквизит – это вид перевозки. Его также необходимо будет занести заранее. Можно занести один раз, как тестовый, но мы, как правило, рекомендуем разносить их по партнерам. Это также все это у нас находится в сервисах и настройках, настройке планирования, виды перевозок. То есть, как правило, лучше разделять для разных клиентов разные виды перевозки. Там, соответственно, можно вносить различные настройки в эти виды перевозки. По настройкам более подробно вы можете ознакомиться в наших уроках. Ну, как я сказал, что рекомендуем разделять клиентов для удобства, чтобы вы могли собирать пример под каждого и в планировании дальше рейсов выбирать конкретный вид перевозки и, соответственно, отображались только заявки конкретного клиента. Собственно говоря, вот как только вы получили заполненный файл от клиента, где указана вся необходимая информация, то есть это по доставке груза, то есть откуда, куда мы везем, весы, габаритные характеристики и в какие временные окна нам необходимо доставить груз. Ну, тут дополнительные поля, это еще тип груза, обязательно поле для заполнения и организация. Соответственно, следующим шагом является загрузка этих данных в систему для того, чтобы в дальнейшем можно было спланировать маршруты и продемонстрировать их клиенту. Как это осуществляется? Соответственно, данные из данного файла Excel, то есть у нас все приведено в заданном образце, мы забираем вот эту информацию. Как правило, рекомендую просто скопировать основные строчки. Как видите, заявок достаточно много, здесь порядка 800 заявок представлено. То есть мы берем просто, копируем из Excel установленного образца. Дальше в системе, в подсистеме управления заявками есть определенный сервис загрузки заявки из файла. Мы его открываем. В данном файле мы заранее настраиваем шаблон согласно тому шаблону Excel, который высылаем клиенту. То есть это делается по команде «изменить бланк». Здесь вы можете настроить те как раз-таки поля, которые заполняет клиент, в определенной последовательности их выставить. То есть здесь сейчас поля выставлены в той же последовательности, что и в файле Excel. Как я сказал, это, во-первых, сокращает ваше время на подготовку примера и немножко дисциплинирует клиента для предоставления вам необходимых данных. Соответственно, просто копируем из Excel файлика и вставляем сюда эти все данные и нажимаем кнопку «Далее». В этот момент что делает система? То есть система начинает предварительную подготовку по загрузке этих данных. Первоначально она проверяет, существуют ли адреса в системе, по которым мы осуществляем эту заявку. Если нет, будут созданы новые адреса. Аналогично она производит анализ, например, есть ли на текущий момент в системе отправители или получатели с текущим наименованием. Если нет, то она также их автоматически будет создавать. Дальше она разбирает существующие заявки, подгружает. И, соответственно, по итогам выдаст список с дальнейшими командами, то есть что будет загружено. То есть вот, как вы видите, в файлике представлен достаточно большой объем данных. Это на текущий момент 860 заявок. Мы сейчас посмотрим по времени, сколько будет крутиться такой объем. В принципе, объем достаточно небольшой для примеров, но для планирования, как сказал Дмитрий, достаточно это уже такой весомый объем заявок. И здесь есть свои нюансы при планировании таких маршрутов объемных. Немножко предыстории, пока идет у нас загрузка. В целом, перед тем, как приступить к планированию маршрутов, необходимо уточнить у клиента технологию их планирования. Потому что каждый бизнес устроен немножко по-разному. Соответственно, доставка продуктов или же там компаний-перевозчиков тоже осуществляется планирование по-разному. Ну, такие стандартные примеры. Кто-то, например, осуществляет производственные компании, у них есть своя продукция, они готовы там развозить продукты со склада до своих же, например, магазинов. Или до магазинов-поставщиков, которые дальше продают эти товары. Соответственно, склад может находиться достаточно удаленно от этих магазинов где-нибудь в областях, подальше от городского округа. Ну и, соответственно, планирование ведется таким образом, что мы одну машину загружаем полностью, и она целый день работает. Есть случаи, например, достаточно хороший пример, это доставка автозапчастей. Когда бывает, склад находится рядом где-то с городом, и машина успевает сделать несколько ходок. То есть, успевает сдать часть точек, вернуться обратно на склад и снова осуществить определенную доставку. Соответственно, необходимо понимать, чтобы как настраивать в дальнейшем рабочее место планирования рейсов, какие критерии при планировании необходимо учитывать. То есть, необходимо заранее уточнить вот эту технологию. Именно самого планирования маршрутов. Потому что, как я сказал, это в дальнейшем будет влиять на настройку при планировании в рейсах. Опять-таки, небольшой момент отступления по планированию маршрутов. Как я сказал, что не всегда бывают клиенты готовы присылать весогабаритные характеристики для настройки и планирования маршрутов. Казалось бы, это основные параметры для загрузки транспортных средств. Но, опять-таки, специфика, например, тех же автозапчастей, которых я уже упоминал, следующее, что у них считается машина, это такая бездонная, условно, единица, в которую можно грузить сколько угодно грузовых мест. Единственным ограничением для них это уступает, собственно говоря, время работы водителя, на которое мы ориентируемся, и максимальное количество точек сдачи. То есть, как правило, они знают, сколько максимум может сдать водитель, и сколько максимум он должен находиться за рулем. Еще раз хочу обратить внимание, что перед тем, как загружать там заявки и так далее, необходимо уточнить именно технологию планирования, дальше на которой необходимы будут операции, и, соответственно, настраивать систему уже при планировании маршрутов под конкретный бизнес-процесс. Вот мы видим, что у нас практически завершилась загрузка практически 900 заявок в систему. То есть, вот здесь, на самом деле, самый такой долгий процесс, это потому что создаются справочные информации, создаются адреса, происходит определенный контроль и проверка, чтобы не создавались дублирующие адреса и так далее. Продолжение следует... У некоторых клиентов, на самом деле, бывают даже уже описанные методологии по планированию рейсов, то есть, вы можете заранее у них запросить, они могут вам прислать файлики, процессы, как это все у них выглядит в системе. Вот это, на самом деле, опять-таки упростит задачу по созданию вот этих вот примеров. После того, как система проанализирует и, соответственно, подгрузит заявки в систему, то есть, у вас должно появиться вот такое вот окошко, здесь должно стоять признак, что создавать, ну и дальше вы нажимаете кнопку «Загрузить данные». Эти системы начинают уже загрузку данных, уже разобранных, это достаточно быстрый процесс. То есть, по итогу, после загрузки данных, вы получаете уже сформированные заявки в системе, необходимо их так проверить, что на наличие правильности заполнения определенных полей, что все правильно подгрузилось, что есть отправители, что есть адрес отправления, что есть адрес получения. Автоматически должны подставиться зоны, которые принадлежат тем или иным адресам, которые мы как раз-таки отрисовывали до начала загрузки данных. Дальше представлена информация конкретно по грузам, то есть, вес и габаритные характеристики грузовых мест сюда загружаются. На самом деле, этой информации достаточно для того, чтобы показать клиенту именно планирование маршрутов. Дальше на основании заявки мы создаем, формируем задания на перевозку в системе, либо настраиваем регламентные задания, это вы можете посмотреть в наших уроках, как эта настройка производится. То есть, мы в системе на уровне заявки формируем задания на перевозку, задания на перевозку переводятся к статусу «Планирование» и в дальнейшем доступны в рабочем месте планирования рейсов. То есть, в принципе, это вот тот самый основной инструмент, который мы будем использовать при планировании маршрутов. То есть, все задания на перевозку, которые были загружены в систему, они отображаться будут в рабочем месте планирования рейсов у логистов. То есть, вот сейчас здесь загружено для примера порядка 800 заявок по различным областям. Вот, соответственно, видите, на карте тут они представлены. То есть, опять-таки, для удобства можно клиентам показывать аппарат кластеризации, то есть, это для логиста, чтобы он видел, сколько точек в каждой из зон на текущий момент находится, то есть, общее количество. При необходимости эту кластеризацию можно отключить. Ну и, как я говорил, что разным цветовым оформлением у нас отображается, вот склад, например, отображается, что он желтым. С точки доставки, вот, обычные мелкие торговые точки, они здесь отмечены на карте синим. Торговые рынки, они отмечены вот здесь вот красным. То есть, опять-таки, визуализация, которая помогает дальнейшим при планировании маршрутов, как в автоматическом режиме, так и в ручном. Следующим этапом для настройки планирования необходимо задать определенные ограничения, если мы говорим именно про автоматическое планирование. То есть, как правило, мы учитываем следующие моменты при планировании. То есть, во-первых, это учет временных окон, то, что нам как раз-таки клиент присылает в заявке. То есть, если у них есть жесткие ограничения по доставке, со скольки до скольки необходимо прибыть к клиенту, то мы как раз-таки вводим вот этот вот параметр. Дальше указываем один из контролируемых показателей. То есть, это либо масса, либо объем, либо загрузочный метр, либо количество мест упаковки, в зависимости от настроек системы. То есть, вы как раз-таки узнаете, как планирует данный поставщик. То есть, понятно, что если, например, это перевозка достаточно тяжелых грузов, то контролируемый показатель будет по массе. Если это достаточно легкий, но объемный груз, то, соответственно, контролируемый показатель должен быть объем. Если это осуществляется, например, палетная доставка межмагистральная, то это, соответственно, параметр загрузочный метр. Дальше, в зависимости, опять-таки, от процесса клиента, можно устанавливать различные ограничения. Например, что если клиент говорит, что вот покажите мне, а есть ли, например, возможность, что я вот, ну, достаточно стандартная ситуация. У меня есть машины, у меня есть водители, водители ездят по определенным зонам, потому что они уже там привыкли, там 50 лет работают, там знают всех поставщиков, достаточно быстро задают грузы. Соответственно, необходимо создать реальные транспортные средства и присвоить определенные зоны этим транспортным средствам, что это транспортное средство может работать только в определенной зоне. И тогда, включив настройку «Учитывать доступность геозон для транспорта», это можно будет отразить при планировании маршрутов. Соответственно, следующие какие ограничения, как мы правило, используем, это, как я уже говорил, например, ограничивать длину рейса. То есть, если мы выбираем оптимизацию по времени, вот, например, та же доставка автозапчастей или похожие, то есть, специфики, где транспортное средство является неограниченным по вместимости, ориентир идет только на количество часов, например, что водители работают не больше 8 часов, и ограничение по количеству, например, точек в рейсе, что не более 20 точек, то есть машина может за один раз забрать. Это, как правило, основные ограничения, которые мы используем при настройке примеров. Есть более сложные примеры, более сложные специфики. Если, например, говорить про Москву, то здесь еще выступает такой критерий, как пропуски в МКАД, в ТТК, Садовое кольцо и так далее. То есть, эти моменты мы также можем учитывать при построении примеров. Но для первоначального, то есть показа, демонстрации вот этих вот настроек, их, как правило, бывает достаточно для того, чтобы показать эффективность планирования маршрутов. То есть, логисту достаточно сложно учесть одновременно при построении маршрутов столько параметров. То есть, учесть, что надо попасть в временные окна, учесть, что километраж по рейсу должен быть оптимальным, учесть, что вот этот водитель работает в определенной зоне. То есть, на это, как правило, логисту входит достаточно продолжительное время. Мы даже специально заранее спрашиваем, а сколько логисты тратят времени на планирование маршрутов. Как правило, это занимает, в зависимости от количества точек, от часа до четырех часов, может занимать планирование маршрутов у логистов. После того, как мы выставили определенные ограничения, есть еще несколько нюансов. Во-первых, нюанс по вариантам настроек. Сейчас мы видим, например, достаточно большое количество точек на карте. Понятно, что визуально даже или спланировать этот логист будет достаточно сложно. Плюс есть определенная специфика. И эту специфику можно отразить как раз-таки вариантами настроек. То есть отображением определенных точек на карте и планированием только на них. То есть условно. Все вот эти варианты настроек настраиваются при помощи стандартных отборов 1С. То есть отборов достаточно много. Кто-то, например, планирует в начале VIP клиентов. Соответственно, он должен выбрать определенных получателей. Которые будут являться VIP-ами. Захранить этот вариант настроек. И, соответственно, доставку осуществлять первоначально, планировать под них. Кто-то, например, планирует в разрезе различных температурных режимов. То есть что это означает? Что у нас есть один из параметров, который здесь присутствует. Это температурный режим, который передается в типах грузов. Соответственно, мы также можем сделать по нему отбор. Спланировать отдельно, например, теплую продукцию, потом отдельно холодную продукцию для развоза. Опять-таки, это уже зависит, говорю, именно от специфики каждого клиента. В данном случае, например, мы будем планировать волнами. То есть у нас есть определенные ограничения, что для данного примера, что у нас есть склад. На складе максимума у нас свободно трое ворот. Соответственно, одновременно может грузиться только три машины. При этом дальние регионы грузятся в первую очередь. Ну и затем, по мере приближения к центру, грузятся все остальные транспортные средства. Для этого в заявках клиент присылает информацию о том, во сколько осуществляется погрузка на транспортные средства. Мы настроили варианты настроек на различное время погрузки для транспортных средств. То есть мы выбираем, что у нас должны показаться только те заказы, которые должны быть отправлены со склада с 7 до 7.30. Соответственно, они представлены на карте. У нас есть заданные нами ограничения. Есть транспортные средства, которые мы создали заранее. То есть мы эти транспортные средства выбираем и также можем их привязать к вариантам настроек. То есть это задается при помощи команды «Транспорт». Мы можем планировать сразу как на реальные транспортные средства. То есть если клиент говорит, что у меня только собственный парк, я использую собственный парк и, соответственно, хочу, чтобы вы распланировали на реальные мои машины. Соответственно, мы выбираем эти транспортные средства. Если жесткой привязки нет и планирование ведется у сторонних перевозчиков, то, соответственно, планирование можно ввести на виртуальные транспортные средства, которые можно выбрать чуть ниже. Причем, как правило, мы рекомендуем привязку виртуальных транспортных средств без каких-либо перевозчиков, для того, чтобы в дальнейшем показать, как можно разыгрывать тендеры, как можно назначать перевозчиков по различным критериям. Все это вы можете увидеть в наших вебинарах или в наших уроках, как эти настройки осуществляются и как осуществляется презентация данных моментов. После того, как вы выбрали транспортные средства для планирования, то есть тот ресурс, запускаете с учетом ограничений, по команде спланировать. Желательно это сделать немножко заранее, до того, как вы покажете клиенту, чтобы вначале оценить самостоятельно эти результаты, а потом уже продемонстрировать клиенту. То есть вот мы подготовили пример, вот у нас есть те задания, которые должны быть погружены на складе с 7 до 7.30. У нас есть ограничения, что у нас там только 4 свободных ворот, и мы производим планирование маршрутов, то есть на 4 машины, те заявки, которые у нас есть. При этом система как раз решает транспортную задачу и строит оптимальные маршруты. Далее можно продемонстрировать клиенту, если маршрутов на карте получилось достаточно много и используется большое количество машин, то можно отключить и выделить только какой-нибудь один из маршрутов. Можно клиенту его более детально показать, то есть объезд точек. То есть здесь понятно на карте визуально общий маршрут виден, да, картина, но необходимо, например, более детально показать объезд точек, время и так далее, как этот маршрут проходит. То есть клиенту, как правило, очень интересно посмотреть, какие маршруты получились у системы, а какие маршруты строили они по тем же самым заявкам. И сравнить вообще, насколько система спланировала похоже или не похоже то, что у них есть, где есть выигрыш, например, по общему километражу и так далее, по времени. Соответственно, представлена более детальная информация по точкам объезда. То есть можно прямо с клиентом посмотреть какие-нибудь несколько рейсов более детально. То есть мы не рекомендуем смотреть все рейсы подряд, это достаточно трудоемкий процесс. Я потом скажу, как лучше, что можно клиенту предоставить готовый отчет, где он может посмотреть, в какое время какая выгрузка осуществляется, какие точки. Здесь основная задача – показать адекватность планирования маршрута в целом. То есть вот показать, что вот есть маршрут, выстроенный в определенной последовательности, вот есть показания по километражу, сколько от точки до точки мы каждый едем, соответственно, сколько времени работ занимает в каждой точке. Опять-таки мы заранее, да, это с вами настроили, прохождение по каждой точке, вот, какие работы выполняются в точках, соответственно, сколько по времени. Система при расчете расстояния между точками учитывает, сколько у нас километраж до точки, сколько ехать по времени до той или иной точки. То есть здесь вот представлена более детальная информация, прям подробно, в какое временное окно необходимо доставить тот или иной заказ, сколько до него ехать по времени, когда время плановое прибытие и убытие из этой точки, и сколько времени занимает работа в этой точке. Далее может показать, что на этом этапе логист может нести какие-то корректировки в уже спланированный маршрут системы, но при этом сразу показать, что при изменении каких-то показателей, то есть изменении, например, объезда точек, пересчитываются текущие показатели в системе. Вот, в данном случае видим, она сигнализирует красным светом, то есть у нас увеличился, во-первых, незначительно увеличился километраж, если поменяем еще какие-нибудь точки, опять-таки, показатели начнут меняться в еще более худшую сторону. Вот здесь вот сразу начал подсвечивать, что мы не попадаем во временное окно по доставке этой точки. То есть еще раз скажу, что логисту достаточно сложно быстро спланировать несколько сразу критериев. То есть это оптимизация объезда точек, причем мы видим здесь достаточно большой объем точек, порядка 30 точек, то есть километраж по ним объезда, попадание во временные окна и учет вот этот графика работ определенных точек. То есть система это делает самостоятельно, буквально за несколько минут, а логист на это тратит несколько часов, как правило. То есть после демонстрации такой детальной каждого из маршрутов, то есть можно пройтись вот по вот этим настройкам, как раз-таки процессам, в зависимости от того, как осуществляется планирование. Если, например, это волнами, то вы заранее готовите вариант настроек, планируете волнами. Если это не волновой алгоритм, а условно просто доставка со склада, там осуществляется до конечных точек, то вы показываете общий объем точек на карте. Ну и, соответственно, выбираете точно так же транспортные средства и производите общее планирование на как раз-таки все заданные уже точки и система распределит их на заданное количество транспортных средств. Еще раз повторюсь, очень многое зависит именно от специфики самого планирования. После того, как вы клиенту продемонстрировали результаты планирования, следующим этапом можно выслать ему итоговый отчет, чтобы он уже самостоятельно ознакомился, какие рейсы сформировала система, а какие рейсы строят непосредственно сами логисты. Будет еще здорово, если вы заранее запросите эту информацию по рейсам и произведете, условно, такой планфактный анализ и вывести клиенту это как результат. Условно, что у логистов получается 15 рейсов, система спланировала 12 рейсов. То есть мы, например, если говорить про наемный транспорт, мы не задействовали три машины, соответственно, сэкономили деньги компании. И итоговый пробег по спланированным рейсам логистов – это один показатель. Соответственно, система, как правило, пока в сбраке планируют гораздо оптимальнее, и километраж сразу уменьшается. Во-первых, это износ собственного парка меньше, это, опять-таки, меньше расхода на ГСМ, это меньше времени, которое водитель тратит в пути, то есть время работы водителя. Если мы говорим про наемный транспорт, то есть время работы водителя в пути как раз-таки сокращает общую ставку работы за час, что также является выгодным. Ну и, как я сказал, общее сокращение количества в целом рейсов также влияет на минимизацию доставки продукции. После того, как вы показали результаты, можно сформировать отчет. Отчет находится в отчете по исполнению рейсов. Рекомендуем использовать отчет планфактный анализ маршрута. Соответственно, в данном отчете будет показана информация как раз-таки о том, какие рейсы были сформированы, спланированы. Будет показана общая длина маршрута каждого рейса, общее время исполнения рейса и детализировано вплоть до каждой точки. То есть, во сколько он в каждую точку приезжает, во сколько он из каждой точки убывает, и сколько времени осуществляется работа в этой точке. То есть, как правило, такого отчета клиенту достаточно для того, чтобы произвести внутри уже у себя, по сути, вот такой планфактный анализ, как спланировала система и как спланировали их логисты. То есть, это вот такой заключительный шаг. То есть, вы отдаете отчет клиенту, ну и в целом уже клиент дальше его анализирует и предоставляет вам какие-то обратную связь, результаты о том, насколько система хорошо или плохо спланировала, по его мнению. Дальше бывают различные варианты. То есть, клиент говорит, что это не совсем реальные данные и так далее. Может предоставить уточненные данные, можно пересобрать пример, можно поиграться опять-таки какими-то настройками или вариантами настроек, собрать новый достаточно быстрый пример. И опять-таки, отоставить этот отчет клиенту для того, чтобы он провел повторную сверку. Это что касается вот такого практического, практической части по сборке рейсов. Дальше, наверное, передам слово Дмитрию для завершения нашего вебинара. Так, коллеги, ну что, давайте перейдем к вопросам. Давайте перейдем к вопросам. Так, зачитываем. Так, многим компаниям, которые созрели для данного решения, хотят его. У них отдел продаж, IT и логистики работают при подобных проектов вместе. Потому что, по сути, иначе такие проекты выполнить успешно невозможно. Ну, если у них есть отделы IT, отделы продаж и логистики, то да, конечно, они работают вместе. Но отделы IT... Не у всех есть такие отделы IT, которые занимаются подобными проектами. Там в большинстве... На большинство среднего бизнеса, ну, там... IT-шный отдел в принципе не втягивается в такие проекты. То есть он решает задачи администрирования в основном, закупки оборудования. Ну, такие, в общем-то, несложные задачи. Поэтому вполне реальная ситуация, при которой проект будет вестись внешними консультантами. Все это бывает. Так, вместо адресов можно указывать координаты. Можно указывать координаты вместо адресов? Да. Можно. Так, есть возможность ограничить транспортное средство количеством заявок. То есть автомашина не имеет права ехать, если не набралось определенное количество заявок. Ну, на микрофон ответил. На самом деле этот момент контролируется следующим образом. То есть у нас в каждом... После планирования рейса, то есть вот если взять, например, любое транспортное средство... Сейчас я туда добавлю точки. То есть система автоматически раскидает и постарается максимально заполнить то или иное транспортное средство, которое мы выбрали. Соответственно, будут в дальнейшем отображены показатели. Вот прям настройкой запретить в коробке, что вот нельзя выпускать машину в рейс с таким наименьшим количеством точек. Такой вариант отсутствует. Но есть возможность предложить альтернативу. То есть условно есть транспортное средство, система спланировала маршрут и условно мы видим загрузку каждого из транспортных средств. Соответственно, логист видит, что, например, не набралось определенного объема продукции на данное транспортное средство. Соответственно, он может в рейс не выпустить, просто отменить эти задания, отменить эти заявки. То есть это, как правило, будет самая последняя машина, куда не, условно, такой вот довесок закидывается. Это может быть 1%, 2%, то есть минимальное какое-то количество заявок. Можно предложить вот такую альтернативу. Так, если при загрузке заявок не распознались некоторые точки, как программа сигнализирует об этом? Как можно руками это подправить на карте, чтобы координаты записались в систему? Ну, как правило, адреса всегда геокодируются. Конечно же, бывает выскакивают некоторые адреса за пределы. То есть, если, например, не указан город, понятно, что какая-то улица молодежная, она присутствует в различных городах. Это делается следующим образом. То есть каждый адрес, он геокодируется и привязывается к карте. То есть, если вы видите, что, например, какие-то адреса попали не в те зоны, или, например, зона слишком большая, например, зона России, а вы планируете, например, по Воронежу, и в эту зону точки не попало, то это делается следующим образом. То есть вы заходите, находите этот адрес, который попал не в ту зону, то есть, например, он находится в зоне России на текущий момент. Соответственно, вы его открываете, открываете карту, и дальше происходит отображение точки на самой карте. Нажимаете «Редактировать» и перемещаете точку в ту область, в которой должна быть она расположена. То есть это либо какой-то там другой город, населенный пункт, или же просто это соседнее здание, которое там не распозналось. То есть, простым перетаскиванием точки на самой карте можно определить ее заново координату. Имеет ли смысл предлагать данную конфигурацию для учета движения внутреннего транспорта более 100 курсирующих внутри замкнутой области территории конкретного предприятия? В целом, да, это, как правило, если я правильно понимаю, это какие-нибудь производственные предприятия, заводы, где в целом бывают достаточно обширные территории, и в том числе необходимо осуществлять логистику. Также здесь, на самом деле, нисколько оптимизация маршрутов играет роль, а именно распределение заявок от разных, например, цехов, подразделений на выделение определенных транспортных средств. То есть фиксация, что это транспортное средство находится в работе, что оно отработало определенное время, опять-таки потратило определенное количество горюче-смазочных материалов. Все это должно быть учтено как отдельные затраты на этот парк. Из нюансов применительно к внутризаводским территориям еще очень важно упомянуть, что картография должна быть по заводской территории. На многих картах заводы просто обозначены такими серыми полигонами, где нет информации ни по дорогам, которые внутри этой заводской территории, то есть ничего нет, просто серое пятно. В этом плане как раз очень полезен проект OpenStreetMap, на базе которого работает Axelot Maps, потому что там, во-первых, много таких территорий, они все-таки картографированы, а во-вторых, это открытый проект OpenStreetMap, и там все участники этого проекта могут дорисовывать те карты, которых в базовом варианте нет. Так, еще, пожалуйста, вопросы задавайте, или есть другие? Ну, у нас нету, у нас вот этот наш основной продукт, мы про него рассказываем. Еще вопросы спрашивайте, пожалуйста. Так, ну что, если у вас вопросов нету, есть. Есть вопрос у Артура Ахметшина. Спрашивайте, пожалуйста. Про мобильное отслеживание. Сервера чьи? Чьи сервера у нас для мобильного отслеживания используются? Наши? Наши собственные сервера. То есть там через веб-сервисы все сделано? Да. Ну, ответь подробно тогда. Ну, это сделано, да, через веб-сервисы, то есть сервер, ТМС, мобильные приложения располагаются на ваших мощностях, то есть туда, соответственно, по веб-сервисам поступает информация, через сервер вся эта информация попадает дальше в базу, и дальше там уже обрабатывается. А мощности чьи? Мощности, это мощности собственные, то есть на собственных серверах это разворачивается. На своем оборудовании? Да, на своем оборудовании, но там достаточно маленькое потребление ресурсов, то есть это небольшие объемы данных, вот, это не большой поток информации, поэтому, как правило, ставится на том же сервере, где располагается ТМС, этого вполне достаточно. Да, совершенно верно, заметили, что заказчик не привязан никому и все разворачивает, может развернуть у себя. Коллеги, еще какие-то вопросы? Так, ну что, если вопросов нет, тогда мы будем заканчивать. Какие вопросы будут возникать у вас в процессе работы контакты, я вам показал. Давайте еще раз я их выведу на экран. Так, мне для этого нужно будет вот такую манипуляцию сделать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...